Все вместе слова образуют словарь языка или лексику языка. Для лексики характерны системные отношения синонимия, антонимия, амонимия, паранимия. Дело в том, что слова находятся в различных смысловых отношениях между собой. Значения слов могут быть сходными, близкими, тождественными, а могут быть прямо противоположными. Есть слова, которые пишут и произносят одинаково, но при этом это разные слова, а не одно и то же, потому что значения их совершенно различны. А есть слова с похожим значением, но разным употреблением, сочетаемостью, компонентами значения и формой. Если человек не понимает природы взаимоотношений между словами, он допускает ошибки в словоупотреблении, то есть использует слова неправильно. Синонимы. Это разные слова одной части речи, имеющие сходное значения. Примеры. Договор. Соглашение. У одного слова может быть несколько синонимов. Они составляют синонимический ряд. К примеру. Хороший. Прекрасный. Чудесный. Замечательный. Великолепный. Сказочный. День. Антонимы. Это слова одной части речи, имеющие противоположное значение. Именно противоположное, а не разное. Молодость. Старость. Впереди. Сзади. Амонимы. Слова или формы слов, сходные по звучанию и написанию, но с различным значением. Отсутствие связи в значении внешне сходных слов – это определительный признак амонимов, отличающий их от многозначных слов. В словарях амонимы включаются в разные словарные статьи. Примеры. Лук – растение. Лук – оружие. Киви – птица. Киви – фрукт. Фразеологизмы. Это устойчивые сочетания слов, имеющие переносное значение. Висеть на телефоне. Кот наплакал. Заварить кашу. Паронимы. Это слова с разным значением, но имеющие внешнее сходство. Примеры. Водный – водяной. Геройский – героический. Действующий – действенный. Надевать – одевать. Запомните. Одевают кого-то, надевают что-то. Нарушение лексических норм приводит к лексическим ошибкам. Умение найти ошибку в употреблении паронимов проверяется на ЕГЭ. rеволюционка.